Всем привет! Вы на канале женские будни до ярочки. Зараз я буду веять молоко у меня заказы на проработку и покажу и расскажу все что я знаю про сепаратор. Это мой друг сепаратор. Первый сепаратор мне прослужив 20 лет. В том году я купила себе новый сепаратор. Сепаратор был шо первый, шо второй. Мотор СИЧ 100. Что означает цифра 100? Это означает, что сепаратор может проливать 100 литров молока в час без остановки. Первый сепаратор был полностью весь железный. Корпус его был тоже из железа. Другой сепаратор я купила, где мотор в диты в полипропилен. Яка же между ними разница и який лучший сепаратор если он железный корпус или пропиленовый. На мой взгляд конечно с полипропилена. Во-первых, он намного легче по весу. Во-вторых, в самом корпусе есть дырочки. Через эти дырочки выходит молоко из лишних молока. Не всегда конечно, но это бывает. Бывает по тем причинам, что у вас может забиться сам барабан. В молоко попадает или какая-то соломинка, вы неправильно подсадили молоко, или может вы погано недомили сам барабан, тогда и где молоко выходит сюда. Не через барабан, а даже из лишки выходит. Естественно, вы моете, вытираете, но не съедаешь и бывает, что вы хорошо его протерли, вымели. Бывает остается молоко или забули может. В корпусе из полипропилена тут все заокруглено, нежно. А корпус из металла, он грубоватый. И тут не заокруглены такие углы, а острые. И туда попадает молоко, его очень тяжело вымыть. Молоко – это не вода, это такая жидкость, которая намного быстрее разъедает краску. Краской покрытый сам металл, корпус. Металл используется, простой и обыкновенный, который поддается коррозии. Не алюминька, не ржавейка. И корпус начинает ржаветь. Вот это такой недостаток в моторах из железа, железных. Все остальное у меня – железо, алюминь. Делаем первую сборку. Что мы начинаем? Начинаем мы собирать сепаратор с барабаном. Это, я накажу, шнек. Самое главное, внизу есть резиночка. Дивите внимательно, при мойке вы ее снимаете, убираете, чтобы вы ее не потеряли. Вона обязательно должна тут присутствовать. На этот шнек мы будем надевать чашечки. В каждом сепараторе их разное количество. В одном сепараторе может быть чашечек 12, в другом 11. Чашечки ци разные. На первый взгляд они кажутся одинаковыми. Я покажу разницу. Чашечка, где есть выпуклость и дырочка. На этой тоже так же, только тут выпуклость и дырочка, они вместе. Тут на этой чашечке, они в отдельности. Их надо нам подчередовать. Почередно. Дивите внимательно, собрайте. Вы правильно собрали чашечки. У вас дырочки будут полностью. Видно будет, что они хорошо собраны. Одеваем саму крышку барабана. Внизу есть насечка. И тут вверху. Вони должны у нас совпасть. Насечки наши на одном уровне стоять. Вверх вниз. И есть еще третья насечка. Насечка на самой колбе. Она тоже должна быть на одном уровне. Специальный ключ, которым вы затягиваете шайбу. До упора надо затягивать. Барабан вы собрали. Его одеваем на сам мотор. Есть специальные чаши для принятия. Обрата и сливок. Как их отличить? Вони разные тоже. Сразу вы ставите приемник для обрата. Вид, его самая горлышко намного шире. И в сливок намного уже. Одеваете на барабан обрат. И одеваете сливки, куда будет поступать. Теперь ставим в молокоприемник, куда будет поступать молоко. Внимательно не забудьте в молокоприемник положить поплавок. Поплавок будет регулировать поступление молока в барабан. Без него молоко будет сильно текти. И барабан не успевать перерабатывать. Обязательно, смотрите, не потеряйте поплавок. И теперь мы ставим чашу нашу. В чаше есть ключ, который закрывает и открывает подступление молока на барабан. Всегда должно быть закрыто. Гострячок – это закрыто. Тут есть насечка. Если вы повернете острым до насечки, значит, вы открыли поступление молока. Открывать его надо только в том случае, когда вы уже запустите свой сепарат, нальете молоко. Так оно должно быть обязательно закрыто. Молоко я подогрела до 40 градусов. Не больше. Я никогда больше не грею. Но я сюда не буду еще выливать молоко. Я, прежде всего, включаю сепаратор в сеть. И включаю сам сепаратор. Кнопочка есть – пуска. Сепаратор должен обязательно набрать обороты. Это происходит где-то через минуту-два. Вы слышите сам звук равномерного работы мотора. Только в том случае вы наливаете сюда молоко. Открываете подачу молока. И ждете, пока у вас пиде обратно, который идет в первую очередь. И только потом начинает текти сливки. Сливки я всегда вью в баночки себе. Ну а сейчас я скажу, по какой же причине я купила себе новый сепаратор. Старый сепаратор вроде меня работал. Но только у меня сливки шли очень-очень густые. Что масло. Сам барабан не успевал их прокручивать. Как бы я своим ключом не пыталась сделать женские сливки, у меня все равно не получалось. Но я подумала, что у меня проблема с самым барабаном. Я заказала новый барабан соби. Он стоил полторы тысячи, мне дешевся. Купила я новый барабан, поставила я. У меня как и шли густые сливки, что масло. Так они у меня и шли. Ну и только тогда до меня позже дошло, что причина была не в самом барабане. А оказывается в моторе. Хотя мотор у меня работал, все. Ну и я купила себе новый сепаратор. Сепаратор я купила за четыре тысячи. Так что лучше сразу было мне сепаратор купить, чем барабан. И только потом, когда у меня уже было два сепаратора, я поняла, какая же причина. А причина была в самом моторе сепаратора. Вон вроде бы и гудил, но у него были маленькие обороты. Там стоят специальные щетки всередине, которые стараются со временем. А так как моему сепаратору было уже больше двадцати лет, те щетки, естественно, они просто свои отработали. И сам мотор вроде бы и гудить, но не так. Если мотор, не набирая определенных оборотов, нужных, то он естественно и не пидут у вас с хорошей качественной сливкой. Можно было бы, конечно, справить мотор сам сдать на ремонт. Но мне это очень дорого тоже пошло. Но я из-за того и решила, что я лучше куплю уже новый сепаратор. Ну я надеюсь, что он у меня тоже прослужит лет двадцать хотя бы. Ну и зараз я буду наливать молоко и буду виять сливки. Молоко, как я сказала, должно быть градусов сорок до пятидесяти, не больше. Субтитры сделал DimaTorzok